Ужасная новость из города Тарас. Женщину-сердечницу, да, вот, получается, с болезнью сердца приняли за пьяницу, за алкоголичку, и из-за этого промедления она, к сожалению, скончалась. Ужасная новость, то есть она звонила в скорую помощь несколько раз. Она сама не пьющая, но ее приняли за пьяную женщину по ее разговорам, и, в общем, скорую не высылали, не высылали, и она потом все-таки несколько раз звонила, все-таки после этого удосужились, приехала вот реанимобиль, приехал, но уже было поздно, она умерла. Приветствую вас, друзья, вы на канале «Казахстан сегодня», с вами Сула, и сегодня, сейчас мы поговорим именно об этом ужасном случае, который, к сожалению, происходит, я думаю, такие случаи происходят нередко, но это вот была вот эта информация вот 27 декабря. В общем, смотрим. Служебная проверка, отстранение от работы, большой медицинский скандал. Все это в Таразе, где женщина с инфарктом больше получаса ждала скорую медицинскую помощь, но так и не получила ее при жизни. Бригада приехала, когда у больной уже случилась первая остановка сердца. Теперь родные требуют наказать всех диспетчеров скорой, которые приняли умирающую за алкоголичку. Им показался странным ее голос. Репортер КТК Виктория Савельева разбиралась в этой истории. На скорую медпомощь надеялась 46-летняя Людмила Остапенко, когда у нее среди ночи вдруг сдавила в груди и стало практически нечем дышать. Год назад женщина перенесла серьезную операцию на сердце, но все же сама смогла набрать признакомые цифры и объяснить состояние. Скорая на вызов не приехала ни через 10, ни через 30 минут. За это время Людмила звонила трижды, умоляла диспетчеров отправить кардиобригаду, но на том конце провода лишь хладнокровно уточняли степень ее опьянения. Ее за 40 минут ни скорая не приехала, ничего, обвинили в алкоголизме, хотя она явно по всем вот этим сообщениям, звонкам, явно сказала, что у меня болит сердце. Думали, может быть, она неправильно вызвала скорую, что вот так долго ехали. Ну, услышав мы вот эти вот разговоры, запись разговора, когда она вызывала, мы были шокированы вообще. Остапенко Людмила. Я дышать не могу уже. Алкоголь принимали, да? Да нет же, какой алкоголь, я вам говорю. У меня аневризма, а слойка. Алло. Я не пью. Мне кардиобригаду отправьте. Все, ваш вызов принято, ожидайте. Насколько можно. Когда бригада скорой помощи все-таки приехала, сердце женщины уже остановилось. Пока везли в больницу, остановка случилась еще дважды. В кардиоцентре врачи лишь констатировали смерть. Теперь родные хотят наказать всех. Она жила одна, она молодая. Нам задали вопрос, почему. Она жила одна, без присмотра. Она себя чувствовала хорошо, хоть она и сердечница была. Лекарства она принимала все вовремя. Поэтому я хочу, чтобы наказали за этот случай. И он, по-видимому, неоднократный. Чтобы другие люди не страдали. Не только пусть девочки понесут ответственность диспетчера, но и руководство. На станции скорой помощи признают. Вызову могли присвоить не ту категорию, а бригада приехала не по регламенту. Но кто и в чем виноват, пока ответить затрудняются. Говорят, идет служебная проверка. По второй категории мы должны доехать за 15 минут. А здесь получается, что приехали практически сколько там, полчаса? Полчаса, да. С первого звонка? Да. А почему так получилось? Ну, я же говорю, сейчас служебная следная идет. Как получилось, по результатам служебной следы можно вам сказать. Замглавврача уточнила диспетчера, который первым разговаривал с Людмилой, временно отстранили от работы. А еще выяснилось, что вскоре серьезный дефицит специалистов. На почти 500 тысяч населения Тараза работает всего один реанимобиль и две кардио-бригады. Виктория Савельева, Денис Храмов, КТК Тараз. Ну, вот такая вот ужасная новость, друзья. Вообще, в принципе, вы же понимаете, что это очень серьезная проблема нашего общества. Здоровье наше. Здоровье нашего общества. Очень серьезная проблема. Нереально серьезная проблема. Сейчас идти в больницу, лечиться, это, знаете, это как русская рулетка, в которой в барабане пистолета, где заряжено 5 патронов и только один холостой. Я серьезно говорю, сейчас идти лечиться в нашей больнице, это я и на собственном опыте знаю, и на опыте моего покойного отца. Это просто, я не знаю, если тебе удалось выжить, это ты счастливчик. Я не преувеличиваю. Нет. Повторюсь, это исключительно мой опыт. Сейчас вот, допустим, у меня, если кто-то из родных заболеет, я ни в коем случае не отдам в больницу. Ни в коем случае. Я буду искать врачей, я буду искать, кому обратиться, но чтобы положили в больницу, чтобы пришел какой-то хирург или кто-нибудь и сказал, завтра мы тебе делаем операцию, да ты с вероятностью 80% не выживешь. Это мое субъективное мнение. Так нельзя. Так нельзя. Но это большая проблема. Наши министры образования лечатся не в Казахстане. Наши министры, извиняюсь, министры медицины там, да, здравоохранения не в Казахстане лечатся. Министр образования детей своих отправил не в Казахстан учиться, они учатся на Кипре. В частной школе. Что-то надо делать со всеми этими кровососами. Что-то надо делать. Как-то надо ситуацию менять, я считаю, друзья мои. Вы как думаете? Оставьте ваше мнение в комментариях под этим видео. Ну а умершей женщине, ну что, земля и пухом. Надеюсь, она попадет в лучший мир. В лучший мир. Вот так, друзья. Вы были на канале Казахстан сегодня. С вами был Сул. Обязательно подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. Салам алейкум. Аривидарчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...